всем привет меня зовут женя вы на канале про поход т.в я нахожусь большой арктической экспедиции передо мной сидит один из ее участников привет привет виталик привет 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 женья расскажи немного о себе я учусь в школе 799 милиционском классе 5 лет занимаюсь муравьями изучая биологию и химия планирую поступить в милиционский вуз стать доктором это прекрасные планы расскажи побольше про свои про свое увлечение муравьями ты до сих пор этим занимаешься приехал с да нет я оставил их дома но была мысль привести сюда посмотреть как здесь они будут себя чувствовать можно сказать я занимаюсь и не за пять лет как я уже сказала и все началось с того что я посмотрел канал фрифти шоу занялся как будто ты тетрарио мистикой вот этим всем и завел так сказать зеленый уголок в своем доме и как тут все закрутил и завертелось вот и так как науки подошел уже очень много экспериментов провел и наблюдений мне это очень нравится а ты сказал что муравьев тут нету значит ты занимаешься чем-то другим расскажи про свой проект да я занимаюсь исследованием снега как индикатор загрязнения окружающей среды в клиническом биологическом отектах соответственно то есть я буду рассматривать пробы снега под микроскопом и проводить качественные реакции клинический анализ прок для выявления соответственно загрязненности чтобы понять как как вообще это может влиять если или опять влияние в окружающей среду вот друг по другу соответственно самое время умыться альбергом отбор пробы для чего для изучения живности которые можно запитать очень сложно давай разложим поэтапно с чего все начинается начинает все с того что в красноярске изначально в москве затем красноярске фатунге и ведь я собрал пробы пробы снега воды и да для выявления дальнейшем каких-либо микроорганизмов то есть именно их концентрации возможной на предмет загрязненности вот что конкретно тебе интересно ты ищешь животных или просто песчинки грязи да фактически все и сразу то есть я смотрю насколько муслая жидкость насколько она зацветлена может быть возможно непрозрачный нет какой-то запах то есть вообще во многих аспектах то есть ворде в телефоне очень удобно то есть я и другие исследовательские работы также писал только на компьютере но на телефоне тоже очень практично и удобно расскажи про сами исследования какие методы используешь получается микроскопический получается химический я с точки зрения именно проведения качественных реакций то есть вот качественный анализ и изучение ph среды то есть для определения какие пробы соответственно имеет смысл изучать массе этой загрязненности потому что ну вот например я же провел исследование пробы снега из москвы я выявил что проба достаточно кислая то есть имеет кислую среду и и я точно буду рассматривать более детально чем другие исследование началось еще в москве когда зародилась идея идея зародилась в конце марта тогда я уже провел как раз такие исследования в школе и мне прям плане в нешироком и решил его продолжить здесь в арктике процент проходимости в арктику был очень невелик сложно ли было попасть сюда честно сложно честно думал что не попаду то есть конкурс был отбор отбор был очень сложный очень тяжелый учебно-тренировочные сборы вот вся вот эта суета можно сказать подготовка это тоже очень важный аспект вот в этой экспедиции расскажи пожалуйста какие результаты уже есть помимо возможно московских ты успел что-то сделать да я измерила прав среды вот сейчас получается уже подготовил структуру написание средской работы и можно сказать уже близок в половине мы проделали моей работы на что ты надеешься есть ли какие-то планы найти загрязненность не найти гипотезы гипотеза такова что в москве все-таки загрязненность она более гробу будут более загрязнен и вот эта проба будет больше загрязнена потому что арктика все-таки я считаю она чистая она чистая как и в плане антропогенного фактора здесь не так много людей проживает до красноярске думаю ну то будет то будет вот основная гипотеза в том что в арктике все будет куда чище и и лучше я надеюсь на это то что же мы все будем надеяться на то что арктика до до сих пор чиста ой холодно но очень красиво а расскажи пожалуйста что будет с проектом после возвращения в москву после его завершения я я планирую выступать на различных конференциях рассказывать про этот уникальный опыт рассказывать про эту экспедицию потому что это просто такое желание было поехать и я думаю каждый школьник бы мечтал здесь побывать буду популяризировать арктику всех смыслов было огромное желание не разочаровался нет это самое главное спасибо тебе большое что пришел спасибо вы были на канале про поход т.в. это проект лаборатории путешествий большая арктическая экспедиция с вами была Женя всем пока пока еще увидимся